Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе. Всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю умножаться в благодати и возрастать в познании Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Через простые бытовые дела любви ко всем и каждому. Всем людям, которые нас окружают. Это, конечно, невозможно без отвержения себя, своих желаний. И эти дела не будут угодны, так скажем, Господу, если они будут делаться ни для чего иного, как для Его славы. Просто, бескорыстно, для славы Божьей. Для того, чтобы являть нам всем Его сущность, как Он явил нам имя Отца, сущность Отца, образ Отца. Так и мы, каждый раз, творя дела любви, на самом деле являем в себе Христа. Людям явно, явно живое Евангелие показываем. Давайте помолимся, и я хочу кое о чем поговорить. Господь мой Бог наш, Иисус Христос, слава Тебе, спасибо Тебе за все, за всю любовь Твою, явленную Тобой. Во все времена, от начала создания мира, а в последнее время, пришествуем Твоем во плоти, благотворением всем нам, чем и осудил нас всех людей, что мы более возлюбили тьму, нежели свет. Прости нас за все, и слава Тебе, и спасибо Тебе за все, что явил нам любовь Свою явно, даже до креста, добровольной, жертвенной, жертвенной смерти Твоей, для того, чтобы все мы узрели эту любовь Твою и уверовали в нее. Спасибо Тебе за нее, за эту жертву. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Ведь откроется через это помышление многих сердец, и узрит всякая плоть, не только славу и величие в любви Твоей, но и божество Твое в воскресении Твоем, и в вознесении Твоем во плоти тоже увидит, и любовь Твою, ибо Ты даровал нам свободу тем самым, и божество Твое. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос, любовь и живой Бог всегда посреди нас. Был, есть и всегда будет. Помните это. Бог не какой-то, не где-то там далеко, к которому надо ходить, там как-то каяться непонятно, да, исповедоваться кому-то, почему-то людям, для того, чтобы Бог меня простил. Нет, если ты обидел кого-то или сделал зло, пойди и исправь это зло, если есть возможность. Если уже нет, есть вещи, конечно, которые невозможно уже вернуть, все равно покайся, чтобы при новом случае так больше, конечно же, не делать никогда. А если есть возможность, обязательно, надо свое злодеяние всегда исправить. Это обязательное условие, сам Господь сказал. Об этом вы прекрасно помните. То есть, что если брат или сестра кто-то имеет что-то против тебя, то есть ты кого-то обидел, обязательно исправь это дело, исправь свой грех, изгладь его, сделай все возможное, противоположное тому, что ты натворил. Вы вчера должны были посмотреть ролик о Бог есть любовь или вечной муки. Если честно, я его записал тоже уже давно, как всегда они выходят с опозданием. Я сейчас записываю порой вперед на неделю, у меня так идет график. На Христолюбе там уже и на две недели вперед у меня идет чтение Библии, Нового Завета. В частности, Евангелие от Матфея, кто смотрит там. И еще я хотел записать ролик в этой же теме о скорбях, но это ролик очень такой, с одной стороны, тяжелый, я что-то никак к нему не могу подойти. Пишу другие, уже там у меня есть. Но запишу сейчас после этого ролик, постараюсь о скорбях, потому что очень связанные темы. Но прежде всего хотел опять вот такой ролик записать, так скажем, промежуточный, да и лишний не будет. Все Божье откровение человеку очень простое. Очень простое. От начала создания мира и до конца его будет. И Бог Альфа-Омега, первый и последний, начало и конец. Вы помните, как красиво Иоанн Богослов по откровению от Господа нашего пишет об этом. И вот формула всего очень простая. Иисус Христос – это Бог, есть любовь. Очень все просто. Проще просто некуда. Иисус Христос – это Бог, любовь. Или Бог, есть любовь. Бог, имя которому любовь. Все что угодно. И ты человек, то есть вот он, он Иисус Христос, а вот он, он человек. И он, в принципе, Бога-человек, да? Ты его образ, образ Бога и его подобие в любви. Все. Это все Евангелие. Это все, вся Библия. Это весь замысел Бога-человека. Это вся суть жизни. Хотите наоборот? Вот Бог, есть Иисус Христос, который есть любовь, который это, в общем-то, явил делами. Но ты человек, ты Бог, помните, Господь сказал. Ты его есть образ Христа по плоти. Но только это по плоти. А по духу ты любовь, как он. Тут, как хотите, вперед ставьте Бог. Это Иисус Христос, имя которой любовь. Или наоборот, Иисус Христос, это Бог, есть любовь. Все, как угодно, назовете, да? Вот. И смысл в том, что мы люди, мы его образ, и Христа, или Бога, как вначале нам было сказано в Ветхом Завете, и его подобие. Все. И уподобиться ему можно не верою, не постами, не молитвами, не бдениями, не чтениями Писаний, не святых отцов, не поставлением свечек, не хождением собрания. Нет. Только любовью к ближнему. Абсолютной, максимально жертвенной делами любви к ближнему. Все. Об этом сам сказал Господь. На прощальном ужине в Евангелии от Иоанна, когда Господь говорит о том, что, во-первых, делом сначала являет, о том, что возлюбил своих до конца, встает во время ужина, опоясывается, снимает все верхние одежды, опоясывается там полотенцем, чем, берет умывальницу, наливает водой и делает настоящее дело любви, что было в то время действительным делом раба или слуги к своим господам в богатых домах. Действительно, омывали ноги, ну, понимаете, пустыня, да? Вот, ноги грязные, надо помыть. Господь это сделал. И после, как всегда, сделал, сотворил и научил. И сказал, а что заповедь новую даю вам? Да любите друг друга, как я возлюбил вас. И потому узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Все. Больше ничего он не произнес на никакой заповеди, больше он на прощальном ужине не давал. Слово заповедь, слово завещание, заветы, слова одного порядка. Все. Господь скоро будет страдать, будет убит, будет по плоти. И все это воскреснет по плоти и вознесется. И дает заповедь, завет, завещание. Хотите, я говорю, приказ. Человеку, чем стать богом? Каким образом? Любя друг друга. Это общая фраза. Любите друг друга. Да, это заповедь. Как? Делами любви. Все. Одна глава там. Все. Тринадцатая глава Евангелия Тана. Его что Фома, что Петр спрашивает. Не знаем пути. Как можем знать пути, куда идти? Господь ему говорит, я есть путь, истина и жизнь. Он есть. Во-первых, не истина, путь и жизнь. А путь, истина и жизнь. Вы делаете и будете познавать истину. Через это, едя этим путем, познавая истину, будете иметь жизнь вечную. Вот какая простая формула. Ну, чтобы более это конкретно понять, теперь, наоборот, вернемся к синоптикам, к синоптическим Евангелиям Матфея Марка Луки. Возьмем Матфея, ну, то же самое у синоптиков. Шестнадцатая глава, шестнадцатого стиха начинается. Господь спрашивает. Это вся суть Евангелия вот в этих шестнадцатой главе Матфея до конца. Он спрашивает, за кого почитают меня люди? Начинают там перечислять. За того-то, за того-то. Петр говорит, ты, Иисус, помазанный Сын Божий. Да, он говорит, вот на этом основании я буду собираться во имя мое. Вот во имя этой веры, что он есть Сын Божий, помазанный. Все. Когда Петр стал, и Господь стал говорить как раз какой-то путь, это путь жертвенной любви к ближнему, даже до какой-нибудь дерзкой смерти, но в частных случаях Господа нашего была крестная, крестная казнь, избиение, крестная казнь, то у каждого человека это может быть разные случаи в жизни. Вот. Может быть просто гнобение до конца жизни. Не обязательно, что тебя твои же родственники распнут. Может просто тебя гнобить за твою веру и за твою любовь, веру во Христа по плоти и веру во Христа по духу, в любовь и за дела любви жертвенных ближним. Будут тебя все вокруг гнобить, поносить. Это тоже крестный путь. И когда Петр стал противиться этому пути Божьему, хотя он делал этот путь для нас, Бог сошел сюда только для нас, чтобы нам явить этот путь. Он ему не нужен был, он Бог. Он Альфа и Омега, начало и последнее. Первый, последний, начало и конец. Он нам прокладывал путь. И Петр воспротился, он сказал, отойди от меня, сатана, Бога противник. И говорит, кто хочет идти за мной, каким образом, значит, вот этот путь-то? Отвернись себя. Как мы уподобливаемся Богу? Хорошо, я уверовал в Бога-то, в диванной вере. Ну а дальше что? Как ему уподобиться? Он говорит, какой путь? Отвернись себя. А то все эти слова красивые. Ну а конкретика? Вот в Матфеи мы видим конкретику. Отвернись себя. Возьми крест свой, следуй за мной. И говорит, ну опять образы, как ты там, что толку-то весь мир приобретешь, душе своей повредишь, какой дашь выкуп за душу свою. И говорит, что когда я приду сать мою ангелу в последний день, то каждого будет судить по делам любви. Вот и все. Все формулу дает. Вот вам все Евангелие. Только за дела любви человек будет судиться. Насколько он исполнен и любви. Все, все апостолы говорят об одном и том же. Вы прекрасно это знаете. Господь не заповедует любить Отца Небесного. Ни один из апостолов не повторяет нам заповедь о любви к какому-то неведомому Богу. Нет. Они даже не призывают любите Христа. Любите Христа. Нет. Все они говорят, любите ближнего своего. Ибо в этом царский закон люби ближнего своего, как самого себя. Я надеюсь, вы это сами читаете, теперь и видите. Только таким образом человек исполняется сам любви этого Царства Небесного, которое внутрь человека. И таким образом свободно входит в Царство Господа и Бога нашего Спасителя Иисуса Христа, который там по плоти. Вот и все. И поэтому эта формула очень простая. И к чему я сейчас хочу подвести, чтобы, да, она такая будет средненькая запись между вот вечными муками и Бог есть любовь, и Бог есть любовь и страданиями. Я следующий ролик буду записывать. Но я, естественно, буду рассматривать, как всегда, через эти простые формулы. Иисус Христос, тире, или равно. Лучше равно даже. Бог есть любовь. Все. А потому, в принципе, другими словами эта формула называется «Верь, надейся и люби». В Иисуса Христа я верю, что Он Бог по плоти и любовь по духу. Соответственно, если Он Бог, вот второе, да, то есть Иисус Христос равно Бог по плоти и любовь по духу, я в это верю. Эту веру я должен просто хранить. Диванную веру. Веру сохранил. Помните, Павел говорил. Это мы храним, как и Господь в раю сказал. Храни, возделывай, храни. А возделываю я вот вторую часть формулы, которая после равно, что Иисус Христос Бог по плоти, значит, Он все может. И любовь по духу. И вот этот ролик я к чему хочу сказать-то преддверием к тем скорбям-то. Иисус Христос равно Бог и по плоти и любовь по духу. И вообще Иисус Христос есть Бог и любовь. Знаете, такими простыми народными словами сказать, я вот хотел вам сказать. Может быть, это станет вам понятно. Что такое Иисус Христос, Бог, любовь? Я вам скажу простыми фразами. Бог, значит, Иисус Христос может, а любовь, значит, Иисус Христос хочет. Намек, понимаете, на принцип жизни? Всеми своими действиями в жизни, жизнь в Боге, так ее назовем, свободной, правда, в свободе жизни в Боге. Я сейчас не беру рабство вещественным началом мира и рабство человеком. Я беру свободолюбивых христиан, которые ценят дар, данный нам самим Богом, воплотившимся. И помнят завет Павла, не завет, как правильно назвать-то, да, напоминание о том, чтобы мы стояли в свободе, дарованный нам самим Иисусом Христом. Я лично этот дар свободы ценю и благодарен Богу, и ценю его, и дорожу им, и бережно храню, и в нем стою. Вот, и поэтому не делаюсь ни, как он дальше пишет, чтобы Павел не удивлялся на меня, как мы призванные благодатью и очистившиеся, снова покоряемся вещественным началом мира, да. Поэтому дорожает и свободе, живя в ней, не помрачаемся умом до того, чтобы камешком елеем помазанным или еще всяким ерундистикам поклоняться, да. И не делаемся рабами человеком. Вы помните, как дальше в Коринфинах, после Галатах, он говорит, первые два страшных греха в церкви – это разделение и поклонение человеком, что, в принципе, там они у него в контексте идут. Я даже всегда говорил, в последнее вам время напоминал, что просто разделение, но, по сути, это разделение на основе того, что ты делаешь себе кумирами людей. Ну, хотя это может быть уже внутри, без разделения просто себе можно сделать кумир. Поэтому там Павел в этих четырех главах от Коринфином первые эти главы и к этому ведет, что не делайтесь рабами человеков. Не разделяйтесь никогда и не делайтесь рабами. Это очень вот важно понять-то. Вот. Поэтому что такое формула – это Иисус Христос, Бог-любовь? Бог. Значит, если я говорю, что Иисус Христос есть Бог, значит, я сказал, что Он все может. Все может. И, как Он сказал, я не изменяюсь. И я всегда с вами. Я с вами, говорит, до скончания века. Я вознесся лишь по плоти, чтобы вы не видели меня, чтобы узнать, насколько вы помните, как и в Ветхом Зате Господь говорил, все это будет происходить с вами только для того, чтобы я узнал, любите ли вы меня. А любить – значит, уповать, значит, веровать. И вот когда я говорю слово «Бог», значит, я говорю, что Он может. А когда я говорю, что Он любовь, значит, что Он хочет. Очень простая формула. Простей формулы просто нет. Когда я сказал, что Иисус Христос – Бог-любовь, значит, я сказал, что Он и может, и хочет. Ну, вот я что-то не знаю, у меня что-то тогда не получается разделить сейчас. Нет, ну, со скорбями, да, мы разделим, но я сейчас все-таки к скорбям тоже притяну это. А тогда по скорбям чуть-чуть обширно запишу, я там хотел нечто большее сказать. А сейчас скажу именно на примере скорбей. Вот у меня скорбь, вот у меня заболел зубик. Что я делаю? Я живу по вере по своей, или моя вера – это трупик в украшенном гробике, в книжечке на столе лежащей, ну, в голове я знаю, я другому расскажу, как надо веровать во Христа по плоти, что Он Бог и что Он любовь по духу. Да, я буду говорить, что Ты человек и образ подобен. Я буду это делать? Если я в своей уме, в Божьем откровении ко мне действительно познал, что Иисус Христос – Бог, любовь, что Он может и хочет, тогда я как живу? У меня заболел зубик. У меня сразу в голове две мысли. Может быть, есть Бог, да, хорошо. Если Он есть, а Он может это исцелить? Допустим, Он хочет, да, Бог милосердный, какая-то природа есть, бытие, а может ли Он? Бог всемогущий, или природа сама крутится, Бог там где-то отдыхает, а может, слышит мне? Семь миллиардов на планете, ну, может ли Он всех услышать? Да и вообще, да, очевидно, что тут только врач поможет. Там же такое загноение. Разве может Бог? Ну, что Бог-то? Врач-то рядышком, он, вот он, видим, он сейчас поковыряет скребком, и все вроде бы не будет. А где он, Бог-то? Я его не вижу, скребка нету. Хорошо. Бог все может. Я верю. Бог всемогущий. Бог все может. Вот, у меня голова. Резанули меня мечом. Пол головы висит уже, шея отваливается. Я верю, что Бог сейчас может, как этому малху, которому Петр ухо отрубил, я верю, что Бог может его прилепить. И мне сейчас может эту голову на место пришить. Невидимо за две секунды, как сделал это рабу-первосвященника, которому Петр отрубил ухо. Я верю, верю я. Но захочет ли Бог? А надо ли ему это? Не знаю. А вдруг он судья? Я же грешник. Может, это по делам мне досталось? Я не знаю. Да опять же, кто я такой? Что есть человек, что ты помнишь его? Помните, в евреям, как хорошо говорится-то. И в других, я же не помню, где еще-то, по-моему, в Римлянам эта ссылка есть. Сам, по-моему, кто-то еще ссылается. Это Псалом там есть, очень хороший. На нем во многих, там разные места даже стилаются. На одной из этих евреев есть эта ссылка. Что есть человек, что ты помнишь его? Господи, это Давид там плачется. Что я там? Бог, любовь, не любовь, откуда я знаю? Вот вам, братья и сестры, весь смысл жизни. Если я верю, что Иисус Христос, Бог, любовь, то когда у меня что-то случается в жизни, именно мое обращение к Нему, и только к Нему, и получение всего от Него, если я это делаю только вот так, обращаясь только к Нему, и верую, что Он и может, и хочет, и это случается, я утверждаюсь в том, что Христос, что равно Бог, любовь. Потому что Он и дал, и смог дать, и захотел дать. А почему я буду просить только у Него? Именно потому, что я верю, что Он не просто в Него верю, а верю, что Он может и хочет. Просто веровать во Христа, вот тебе дали, ну ладно, ну ладно. Что надо? Покреститься? Хорошо. Что надо? Крестик нахуй надеть? Я надену. Что надо? Евангелие каждый день читать? По голове я буду читать. Что еще надо делать? Хлебушек кушать? Я буду кушать. Что еще надо делать? Уповать надо. Это страшно. Вот эта простая формула жизни нужна нам только для того. Вы посмотрите все Евангелие. Господь давал всем. Абсолютно всем. Но вот эту тему уже скорби, я разовью в следующей монологе. А здесь хотел сказать, что это не просто формула, это формула жизни. Если я, конечно, сейчас я с этим контекстом, но хотя не забыл вам напомнить и как Петр учил и о заповеди Господа, о том, что и ты человек, ты его образ и подобие. Ты, во-первых, человек, Иисус Христос человек, да? Вот тут мы видим. Ты его образ и ты его подобие. Ты его образ, это говорит о том, во-первых, говорит о высочайшей чести человеческой, дарованной нам Богом. Во-вторых, говорит, что Господь все тебе подает потребное для жизни, чтобы ты жил, для веселья, чтобы ты радовался и вот чтобы ты уподобился Ему, то есть для благочестия. Тебе все для этого есть, для святости, для твоей, для благости. Все тебе даровано Богом. Твое дело творить дела любви. Творить ты не сможешь, не отвернешься себя, поэтому Петр и цепочечку дает длинную. Это я у Павла, у Петра, у Павла мне нравится, с одной стороны, короткая формула, вера действующая любовью. Хотя и Яков говорит, вера без дел, любви и мертва. Ну и Петр хорошо раскрывает. Ты в вере покажи добрые дела, добродетель. Добрые дела. А то, ой, добродетель. И опять что-то такое внешне. Я сижу и в себе взращиваю добродетель. Ты в вере покажи добрые дела. Естественно, с рассуждением. 20 килограмм мороженого зараз твоему ребенку, это не доброе дело. У него будет ангина, он помрет. Да, добрые дела, надо понять, что такое добро, а что такое зло. Павел об этом хорошо говорит. Чтобы мы навыкам потихоньку научились в жизни, что есть добро, а что зло. Вот. И естественно, это невозможно, когда ты не воздержишься, то есть не оторвешь от себя что-то, о чем Господь и говорил. Он просто раскрывает это Божьи слова по-другому, Петр. Естественно, ты тогда терпишь то, чего ты решился, чего ты воздержался, чем ты ущемился. И добрые дела к кому? В добрых делах ты что, Павел говорит, покажите в вере, в вере вашей добродетель в боголюбии? Нет. Нет. Павел не говорит, что в вере вашей покажите боголюбие. Я люблю Бога, я люблю Христа. Нет. В вере вашей, добрыми делами, к кому? К ближнему. Потому что в вере мы показываем братолюбие. И в этом, через это братолюбие, через дела любви, вот именно, отвергнувшись себя к ближним, бескорыстно, для его славы, его дарами. Ты никогда не вознесешься, если ты будешь помнить эту формулу, что Иисус Христос есть Бог, есть любовь, а не я. Иисус Христос Бог есть любовь, а я человек, только образ его и подобие. Чего тут возноситься-то? Ты все у него взял, другому раздал. Это как тот домоправитель, вы помните, да, нерадивый ты. Чего тут возноситься? Ты все у Бога бери. Ты берешь... И почему я все говорю, что все надо брать у Бога? Когда ты будешь все у Бога брать, чем ты вознесешь, что у тебя ничего нет своего? Все его, вот как у того домоправителя-то. Ты распоряжайся этим правильно. Все отдавай, тебе-то ничего не принимай, слава, это не твое. Тебе Бог дал, просто подать другому. Вот и передай. Все. И его слава. Когда будешь его славить, ты чем-то вознесешься. То есть ты не себе будешь, а как Господь все отцу воздавал, так и мы все Христу. Чем ты вознесешься? Все. Только в таком, в такой, по такой вере братолюбие пока открывает в сердце любовь, в царство любви, в которое вселяется Отец, Сын и Дух Святой, как Господь сказал. Потому что если вы из любви ко мне творите мою заповедь, любви ближнего, я с Отцом и с Духом Святым прихожу к вам. Но Петр по-другому по плоти говорит. Таким образом, вам по смерти открывается свободный вход. Петр там не стоит с ключами. И нет там никого, ни серафимов, ни бесов, ни ангелов. Он говорит, просто вам свободно открывается вход в вечное царство Господа и Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Все гениальные формулы, простой принцип бытия. Бог, любовь. Им все живет и движется и существуется. Им все пришло в бытие Богом и любовью. Этим Богом и этой любовью и то, и то, и по плоти, и по духу именно все движется, потому что он Бог и может все двигать. И двигать он только потому, что он любит все бытие. Ибо он его создал. И этим бытием все поглотится и этой любовью. Потому что Бог всячески во всем. Бог каждого в оконцовке приведет к покаянию. Бог умнее нас. В такую, в такие условия загонит человека. Взвоет, взвоет. Любви захочется, я не могу прям. Кричи не могу. Все. А когда сам познает всю силу зла от кого-нибудь, ой, как любви захочется. Ой, как сам тогда станет любить, когда познает Бога. Бог приведет. Здесь, там, чтобы некогда погибшие по плоти жили по Богу духом. Не надо лезть в ум Господень. Он лучше нас знает, как, кого, куда везти. Пшеницы бы тоже не было, не было по плевел. Поэтому не надо все эти плевел осуждать. Мало ли кто сейчас как живет. Ну, вот так вот. Я хотел еще раз об этой сути бытия, сути Евангелия, сути Божьей Откровения поговорить. Ну, и еще подвести. Мы, в принципе, о скорбях поговорили. Но я хочу... Отдельный ролик, он будет более массовый. Мы все-таки знаем, что скорби разные. Бывает опять по плоти, по духу. Вот. Поэтому... И некоторые, может быть, конкретные случаи. Хотя ролик будет огородный, проповеди. Он не будет таким буквоедским. Поэтому я буду говорить тоже все-таки больше общими словами. Вот. Потому что, ну, на то они огородные. Вот. Вроде бы такой формат идет. Ну, вот помните эту формулу. И подвязайтесь. Эта жизнь именно для этого и дана. Можно всю жизнь прожить и что? И ничего. И ноль. И остаться нулем. Ничего не познав. Ни Бога. Ни любовь. Ни по плоти, ни по духу. А ведь эта жизнь для этого и дана. Для этого и дана. Причем она не делает человека несчастным, как некоторые христиане с такими лицами ходят. Как Господь правильно сказал. Чего ты ходишь-то? Ты лицо-то умой свое и голову свою вымой. И ходи радостным. А то натянул на себя мрачное лицо и голову пеплом посыпал. Говорит, уже все ветхозаветчинно. Он говорит, ты теперь люби и радуйся, когда с тебя кожу сдирают. Вот оно христианство-то. Радость – второй плод после любви, если ты правильно творишь их. И этим словом все пересполнено. Если уж Господь говорит, когда с тебя кожу сдирают, радуйтесь, когда вас поносит и всяческие злослые, то уж чего говорить-то. А мы вечно плачемся, когда и особо-то поводов-то нет. Надо перестать это делать. И ценить Божьи дары. Божий, один из которых – свобода. Свобода – жить в любви и не быть рабами. Невещественный начало мира – это недостойно человека. Недостойно. И не делаться рабами человеков. Не делаться никогда в жизни. Ни у человеков, ни у их учений. Учения у нас есть. Лука сказал, жизнь и учение Иисуса Христа в первой книге – это Евангелие. Там его прямые слова. Каждый пусть разумеет, как разумеет. Молится, и Бог откроет у каждого к разумению Писания Духом Своим Святым. Вот и все. Бог обещал. Бог никогда не перестает быть вруном в своих обещаниях, ибо всегда верен тому, чего говорит. Ну все. Давайте поблагодарим нашего любимого Господа. Ибо это единственное. Любовь – дело любви, какое мы можем Богу выразить. Это безграничное, глубочайшее, я говорю, не имеющее конца и края, чувство безмерной благодарности. Детское. Детское или чадское, как назвать. А то все время говорим сыновьей. В этом мире есть и дочери. То есть сыновно-дочерней, безграничной, детской, благодарственного, теплого чувства. Все. Дать мы ему больше ничего не можем. Все. Господи, Иисус Христос, Творец наш и Создатель, любвеобильный, заботливый родитель, слава Тебе. Спасибо Тебе за все. За всю любовь Твою, как только непроявляемую. Спасибо. Мы все видим и все ценим. Из всего промысла Твоего, а нас чудного, любвеобильного, делаем выводы, собираем плоды в жизнь вечную. Спасибо Тебе, Господи, за все. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо за эту трансляцию. Спасибо за всех братьев и сестер. Все Твои благословения всегда, на всех людях, но особенно на всех алчащих и жаждущих Тебя, истины Твоей и любящих друг друга в чистых и горячих сердцах. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господь Иисус Христос, Бог, любовь, наш творит Создатель сейчас, здесь, всегда, посреди нас и внутри каждого сердца. Помните это, братья и сестер. Я с вами прощаюсь. Кому понравился ролик, ставим палец вверх, кому не понравился, все равно ставим. Делимся ролик с тем, с кем считаете нужным. Все мои адреса, каналчиков наверху, контакты для связи внизу, а полезные ссылочки всегда справа. Всех нежно целую, крепко обнимаю. Пока-пока, до встречи в следующем ролике.